Коллеги, приветствую вас на YouTube канале Клуба Трейдеров Картель. И сегодня мы с вами разберем один из вариантов консервативной точки входа в контртренд. Один очень известный трейдер, Ларри Уильямс, в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», которая по большей части посвящена работе со статистическими данными, с анализом применения тех или иных методов, ну вот между строк запрятана такая фраза. Не ловите падающий нож, дождитесь пока он воткнется, перестанет вибрировать и только затем можно будет принимать торговое решение. Разберем сначала схематично, затем, как обычно, на живом примере с графиком. Значит, все любят в движении вниз, когда цена снижается, ловить пока она падает. И таким образом в какой-то момент уцепиться за самый хвостик и забрать все движение до самого верха. К большому сожалению, иногда такое получается и откладывается таким сильным отпечатком в памяти. И затем мы пытаемся моделировать те же самые ситуации в будущем, что непременно приведет к плачевным результатам в виде нескольких там стопов подряд, либо, не дай бог, там какие-то входы с усреднениями большим объемом и может привести к сливу депозита. О чем говорит Ларри Вильямс? Нож падает, мы его не трогаем. Мы дожидаемся, пока он останавливается и цена получает реакцию ответную. После этого мы ждем, пока цена успокоится. То есть, когда происходит движение, как правило, волатильность у нас повышенная. Мы дожидаемся ситуации, когда цена отскакивая, встает в узкую наторговку, либо в поджатие и работаем здесь контртренд на пробой. То есть, у нас пробойная точка входа, но контртренд. Потенциал бывает разный, да, мы стремимся забрать лишь откат. Нас интересует первичный импульс в таких ситуациях. И обычно такие движения не получаются там столь серьезными. Но потенциал у этих движений есть, так как мы работая контртренд, ориентируясь на какие-то уровни с истории. Либо у нас после вот этого движения в какой-то точке там закончился атаар. И мы можем предположить, что движение там на сегодня завершено. И можем позабирать откат. В ситуации, когда мы видим там какие-то модели поджатия в продолжение, мы не трогаем. Можно, да, рассмотреть как один из вариантов, когда мы видим ситуацию пробойную в шорт, но импульса не происходит. И после этого цена нам дает поджатие на контртренд. То есть на данном примере, сейчас на графике разберем один и второй как раз таки примерчик. Для того, чтобы попробовать поучаствовать. Значит, как это было на домашке? Было два предположения. Первое предположение здесь можно обратить внимание на локальную такую точку остановки. Мы там получили совсем маленький импульс. Хотя хвостики есть, грубо говоря, стопики спрятаны. И нам есть куда прогуляться. Но импульса не получилось. И нас начали обратно поджимать. Здесь была малая волатильность. Я предполагал, что мы пособираем обратное движение. Следующая ситуация случилась уже после. Здесь, к сожалению, на домашке дневка не отмечена. Но сейчас на графике покажу. Здесь аналогичная ситуация, только чуть подальше. Мы совершаем движение. Затем у нас формируется откат. Попытка хода дальше вниз. Но цена совсем не откатывает после движения. То есть движение относительно существенное. И в данный момент времени мы там вернулись к цене закрытия дня. И останавливаемся. У нас снижается волатильность. И предположение о дальнейшем ходе наверх. Результат. Как это получилось? Как вышло? То есть вот эта первая ситуация. Выглядит на домашке. Это было вот так изначально. То есть все то же самое. У нас здесь было поджатие в продолжение. Мы забрали лишь ближайший хвостик. И тут же нас начали двигать обратно. Предполагал вот здесь уже, что движение состоится контртрендовое. Но цена ночью провалилась дальше. То есть это была домашка с вечера. А эта ситуация уже была утром. И после последнего вот этого финального движения. Получаем первичный импульс. Вот реакция на уровень. То есть здесь было неплохо. Но цена как бы так движется все время. То есть не дает именно опорной точки. А идет все время в движении. Я на ходу не люблю заходить в сделки. Стараюсь избегать. Но вот следующая ситуация. Когда мы получаем остановку. Затем цена встает в небольшое накопление. И спустя здесь несколько часов. Подходя обратно к уровню. У нас снижается волатильность. Здесь сокращается уже откат. То есть здесь движения такие довольно таки широкие. А здесь уже небольшое. И получаем движение контртрендовое. Которое составило порядка 15% хода. Предыдущие отметки. То есть если вот такие локальные точки какие-то выглядят интересно. Они могут повторяться в будущем. То есть если мы смотрим даже какая-то локальная у нас точка излома. Либо там граница отката. Плюс там локально она у нас зеркалит. То есть уровень работает. Цена на него реагирует. Относительно таких точек можно в принципе смотреть локальные точки входа. В данном случае позицию можно было удерживать. То есть у нас импульсное движение. Первичные откаты. Мы начинаем двигаться дальше. И далее уже формируется моделька поджатия на продолжение. Отсутствие реакции на ложный пробой относительно локальной точки. И последующий импульс. То же самое. Мы остановились. Совсем не откатываем. И получаем еще раз движение в продолжение. Потенциал хороший. Конечно забирать такое нужно терпение и выдержку. Поэтому можно применять. Самое главное со стопом. В данном случае там стоп совсем коротышко. Относительно движения. Здесь можно было там порядка наверное 17-18 к одному забирать. То есть здесь стопик там меньше 1% можно ставить. И пробовать заходить. Поэтому вот такого плана формации они неплохо отрабатывают. Все что нужно это дождаться когда цена остановится. Затем сформируется какой-то откат с узким поджатием. С узкой проторговкой. С снижением волатильности. И тогда можно будет заходить в пробойную сделку. Контртрендовую. Всегда помните что относительно всего движения нам необходимо забрать лишь откат. То есть от последнего импульсного движения. Именно которое там было на снижение. Стремимся забрать лишь откатик. Мы работаем в контртренд. Но потенциал таких сделок довольно таки неплохой. Применяйте. Сначала нужно поковыряться на истории. Посмотреть на наличие аналогичных ситуаций в прошлом на инструменте. То есть инструменты ходят по-разному. Кто-то там разворачивается ходом. Кто-то разворачивается там. Когда трамбует у нас получается точка установки. И мы там видим разворот через проторговку. И обратное какое-то движение. Иногда формируются такие понятные точки входа для работы в контртренд. Всем удачи. Пока-пока.